Наша цель – космос. Аэрокосмических смен в Орлёнке будет ещё больше. Всероссийский детский центр начал сотрудничество с Объединённой ракетно-космической корпорацией. 27 октября состоялась видео-встреча директора корпорации с участниками специализированных смен центра, в том числе с орлятами и объединёнными космосом. Об этом и другом в материале нашей съёмочной группы. Ощутить себя настоящим космонавтом и управлять космическим кораблём легко. Необходимо пройти ряд умственных и физических тренировок. Немногим мальчикам и девочкам выпадает шанс лично произвести состыковку космического корабля с МКС в ручном режиме. Пускай оно и виртуальное, переживания здесь на пределе. Это тренажёр до 2012 года эксплуатировался как у нас в ЦПК, так и мы вывозили его на космодром Байконур. На нём подходила подготовка космонавта. То есть это реально боевой тренажёр. Тренировать вестибулярный аппарат, пожалуй, самое весёлое занятие. Ну а если оно не только теоретическое, но и практическое, тогда оно и самое сложное. Почти каждый ребёнок на Земле мечтает стать космонавтом. Иногда эти мечты приводят к большим высотам. Для подростков, увлечённых космонавтикой, эти занятия одни из самых любимых. Для них это вдвойне познавательно. Ведь они ребята специализированной смены, объединённой космосом. И несмотря на свой юный возраст, они эрудированы и компетентны в вопросах космического пространства и инженерии летательных аппаратов. Жарко. Очень жарко. И тяжело его носить. Он весит 10 килограмм. Как нам сказали. И идём прикольно. И идём очень классно. Прям чувствуешь себя космонавтом. Перед стартом. Помимо лекций, мы вместе с ними пообщались, поговорили в целом о космонавтике. Рассказали о том, что скоро будет проводиться конкурс «Космос рядом». Также конкурс университета машиностроения, центра подготовки совместной, где нам бы очень хотелось, чтобы ребята свои проекты сделали и представили. Ну и, в общем, с ними немножко провели время, погрузились вот в эту космическую атмосферу. Одним из важных этапов обучения – непосредственные встречи с космонавтами и лётчиками-испытателями. Сегодня одна из таких, пусть и виртуальная. На другом конце связи – аэрокосмический инженер, писатель и основатель марсианского общества Роберт Зубрин. С каждым годом перспектив изучения космического пространства становится всё больше. О них заявляет директор Объединённой ракетно-космической корпорации Юрий Власов на видеоконференции между Москвой, Орлёнком и Ярославлем. На конференции Орлята лично смогли задать интересующие их вопросы. Как будет развиваться разработка реактора по синтезу гелия, применяться дополнительные гироскопы в ракетах и использоваться солнечные батареи. Скажите, пожалуйста, мы все знаем, что 12 апреля 2015 года Объединённая ракетно-космическая корпорация стала членом Международной астронавтической федерации. Расскажите, какие новые перспективы открываются перед Вашей корпорацией в рамках данного сотрудничества? Спасибо. На самом деле это очень интересная и захватывающая работа, у которой очень большое будущее и которая не имеет никакого смысла, если в нашей стране не будет вот таких молодых, прекрасных ребят, как вы. Самыми важными вопросами для ребят становятся приоритетные направления работы корпорации – полёты на Луну, Марс и обучение в аэрокосмических вузах страны. А участники Всероссийского форума «Будущие интеллектуальные лидеры России» из Ярославля и вовсе предложили создать в Орлёнке детский космический технопарк. Директор корпорации Юрий Власов пообещал рассмотреть предложения ребят. Это необходимость сегодня квалифицированных инженерных кадров для отрасли машиностроения, ракетостроения. И как раз возможность, принимая участие в этих программах, ребята видят факторы, условия, которые позволяют им эту профессию обрести. То есть они видят, что это очень реально, что это доступно, и необходимо для этого только трудиться. Все участники видеовстречи договорились принимать активное участие в сотрудничестве по привлечению детей к техническому творчеству. А значит, космическое будущее нашей страны в надёжных ухах.